Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналия и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим какие магические лошадки спустились с облачного королевства, какой с этой одежды с амуницией добавили в магазин, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Вот и вышло, скажем так, в неком смысле долгожданное обновление. Сегодня я приветствую вас в этом обновлении на своем доп. аккаунте на Эрике Moonlight, которая каждый год закупается очень подходящими вещами и даже, можно сказать, в этом году еще и конями, точнее конем, лошадкой. Потому что эта тематика ей идеально подходит, так как прообразом для ее создания была Аника из Барби Волшебство Пегаса. Так что сегодня мы наконец-то и будем покупать своего первого Пегаса. Что же добавили в этом обновлении? Давайте мы посмотрим, начнем с этого. Нам привезли двух магических лошадок. Одного облачного Пегаса и облачного, а точнее грозового единорога. Сиренус третьего поколения на модельке Голландца. Мы сейчас каждого из них посмотрим, рассмотрим поближе и одного даже сразу купим в это видео, иначе видео выйдет очень коротким, а так нам неинтересно. И бронты третьего поколения тоже на модельке Голландца. Приехали, значит, вот два магических шикарных Голландца. Дальше едем, у нас задания никакое не добавили. Тут много заданий на этом персонаже, но зайдя на основной свой аккаунт, я увидела, что нам вообще ничего по заданиям не добавили. Я проверила здешний шар, я проверила холм между Морландом и Форт Пинте. Тоже шара никакого нет. В общем, ребят, облачное королевство не вернулось. И уже явно в этом году не вернется, только если, не знаю, в следующей неделе. Но я в этом вообще не уверена. В радужные наряды был добавлен вот этот проспойлеренный уже давно комплект. И я бы хотела его скупить прямо сейчас Эрике, потому что он мне нравится. У нее очень мало одежды. Захожу я на нее крайне редко, несмотря на то, что она уже лайфник. Уже сколько? Несколько месяцев она лайфник. И все равно я очень редко на ней играю. Но, к сожалению, у меня есть старкоинцы, эскашечка, только на одну лошадку. Это как раз-таки на, да-да-да, вот этого пегового, ой, ну да, пегового облачного голландца. В остальные магазины больше ничего не завезли. Так что по факту все. В это обновление привезли двух лошадей и сет одежды плюс амница. Все. Больше никакой информации на данный момент съемки я не располагаю. Время 11.50 утра по московскому времени. Во время записи в самом начале на сайте еще не было никаких новостей, которые были бы связаны с этим обновлением. Вообще никаких нету. В магазине-дискотеке нам ничего не добавили. Так что, да. Видите, как все очень грустно и очень коротко. То есть буквально три минуты, и вот вам весь обзор на обновление. Мы так жить не согласны. Но для нас это скучно. Поэтому мы идем уже поподробнее смотреть лошадок и покупать пегасика. Значит, Бронте. Шикарнейший грузовой единорог. Он даже, знаете, он напоминает мне больше азиатских вот этих дракон-лошадей. Плюс еще вот эти облака, они напоминают мне гриеву азиатских статуй у львов. Азиатские львы, у которых тоже вот любят делать гриеву, хвосты, щеточки, вот такими кучевыми облачками. Плюс у него еще двойной рог, как у тех самых мифических коней из Азии. Ну а выглядит в обычном виде он вот так вот. Я не знаю, как назвать эту масть гнидой, наверное. Наверное, гнидой, но при этом у него имеется градиент на хвосте. У него есть особенность в виде темных прядей, темной гриевы, темный хвост, темный волос, скажем так, в эпицентре его растительности, как у фьорда. Там, где были рога, у него красивые, проточено в виде, да не дергайся, пожалуйста, в виде двойной звезды. Очень, кстати, красивая отметина, мне она нравится, жалко ее добавляют мало. Мне нравится, что мордочка не слишком темная. С лошадкой, видимо, на облаках хорошо ухаживали, у нее есть также яблочки. Носочки мне очень нравятся. Кстати, ну не знаю, если бы у него была бы гриева вся вот такая же градиентная или только темная, я бы, наверное, его купила. Но я очень не люблю вот это резкое разделение на светлую гриеву и темный или градиентный хвост. Даже у того самого серого лузитана в яблоках вот не люблю я это. А сама масть и носочки мне очень даже нравятся. Так что вот такой вот красавчик. Следующая лошадка Сиринус. Пегасик наш имеет тоже, кстати, некий укор на азиатский стиль. Потому что, насколько я помню, именно в азиатском стиле обожаю делать крылышки вот такие вот. Вот эти вот маленькие крылышки на ножках, которые я терпеть не могу. Но у этого Пегаса это исключение, потому что он первый в жизни в ССО Пегас. У него тоже вот такие кучевые, уже более кучевые облака в виде гривы, челочки. Смотрятся симпатично. Мне нравится. Кстати, мне вообще очень нравится динамика хвоста, когда он им машет. Прикольно. Так прикольно смотрится, такое облачко. Слушайте, вот хорошо сделано. Лучше даже, чем обычный хвост у того же Пасафина. По поводу крылышек. Они мне нравятся моделькой. Но мне не нравится, что, во-первых, они каменные. А во-вторых, да, там есть плавненький переход от сустава в перышки. Но он такой настолько маленький и незаметный, что его практически не видно. То есть вот он. Вот сейчас это надо посмотреть. Это надо вот так, наверное. То есть вот он, вот он. Маленький кусочек вот этого перехода. И, ну, мне кажется, надо было основание вот самой первой перышки, которые идут как раз-таки от сустава, сделать потемнее. А то они прям как-то очень сильно отделяются от основного цвета тела этого облачка. Оттенок мне очень нравится. Прям очень-очень нравится. Я не знаю, как он называется. Он сиренево-голубой. Но я безумно люблю такие оттенки. Поэтому, да, весь этот магический облик мне пришелся по вкусу. Кроме вот этих маленьких крылышек. Кроме каменных, каменных вот этих крылышек. Я надеялась, что, может быть, у этих крылышек есть какая-либо анимация. Ну, не то чтобы на люрах, но на специальных хотя бы движениях. Вот на пробеле, чтобы он стоял и махал ими. Но нет. Нет, это... Считайте, что на вашей лошади просто ободок с пластиковыми крылышками. Я считаю, это ужасно. Это сильнейшая, огромнейшая недоработка. Потому что, ну, как это, Пегас, у него облачка, тут все это дергается, все хорошо работает. Крылышки-то на ногах, ладно, вот они уж точно махать не обязаны. Но вот тут-то, ребят, ну вдохните жизнь вот в эти два пластиковых листа, я не знаю. В обычной городской масти это вот такой красивый пегий конь, кобыла, лошадка с шишками. Господи, спасибо, кстати, разработчики хотя бы за то, что вы добавили голландцев и не сделали им длинную гриву, с которой нельзя было бы идти на большинство соревнований в ССО-сообществах. То есть нет, они сделали и ракес, и шишки, то бишь шея открыта, и по идее на выездку их можно брать. Но в зависимости от вашего личного желания. Что по поводу пегой масти. Сама масть мне нравится. Как на лошади смотрится, мне нравится. Мне не нравится, что это пеги именно голландец, потому что я все еще жду светло-серого. Мне кажется, я уже всех достала светло-серым, но я думаю, что я не одна такая, что среди нас есть такие же нытики, как я, которые хотят просто беленькую, светло-серенькую лошадку в голландской породе. Но пока что нам ее не дали. Так, ну что ж, мы ее покупаем. И, кстати, после покупки мы будем сравнивать ее с еще одной лошадью. Другой абсолютно породы, но очень похожей масти. Стоимость лошадки 950СК. Оно никак не меняется, потому что прическу переделать здесь мы не можем. Так что настраиваем и покупаем. Я, наверное, хочу, чтобы это была кобыла. Насколько я помню, у Эрики Мунлайт больше жеребцов, чем кобыл. Тот же драгоценный лед. Потом еще у нее зимний волшебный тяжек. Так что сейчас посмотрим. А облачко тут имя есть? Можно мне облачко? Я прям хочу лошадку так и назвать. Облачко. Нет, есть только облако. Ну, что-нибудь такое. Небесная. Небесное можно? Нет? Небесная. Как бы тебя назвать-то, лошадь? Я вообще не думала, как тебя называть. Я даже до конца не была уверена, что кто это. Кобыла или жеребец. А может быть, кстати... Я знаю. Или не знаю. Может быть, желание? Небесное желание? Нет. Только что была фантазия, наверное. Небесная фантазия. Ну, кстати, может быть. Может быть. Кобылочка. Небесная фантазия. Но вы сами понимаете, что сейчас я даю ей имя исключительно по ее магическому облику. Волшебной масти, скажем так. Так, на городскую. Я вообще не хочу делать никакого акцента. Но, может быть, благодаря покупке этой лошади на доп.аккаунт я как-то к ней привыкну. Может быть, полюблю. И сомнительно, но куплю на основной аккаунт. Хотя там есть лошадь с такой же красивой мастью. Ну, и она меня устраивает. Посмотрим. Но пока что, как бы, покупаем. У нас, значит, магическая лошадка. Сиренус голландец третьего поколения. Взрослая кобылка. Небесная фантазия. Да, пожалуй, это имя ей подходит. Ну, что ж. Покупаем. Как-то странное чувство. Пегасть разочаровывает. Пегасик вроде как радует. Ну, что ж. Ладно, 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 ладно. Это шикарный кадр. Это надо сохранить. Так, все, скриншотик сделали. Я извиняюсь. Я очень хотела сделать скриншот. Так, и отправляем в конюшню. Все, мы ее купили. Мы ее купили. К счастью, у нас появилась кобылка на конюшне. По-моему, кстати, чуть ли не первая кобыла из третьего поколения. Надо будет проверить. Кстати, я видела, там знакомые Ники сейчас проезжали мимо. И вам всем привет. Вы попали в видосик. Потому что я прямо в ту... Одного человека я точно узнала. Так, и сколько СК у меня осталось? 146 СК. Кого бы? Кого бы, кого бы, кого бы, кого бы. Сложно, так как, знаете, наверное, я подожду последние недели ивента. И только после этого я куплю, может быть, что-то из этого магазина. Так, ну а мы тем временем отправляемся на конюшню за нашей новой лошадкой. Ну что ж, вот мы и приехали на нашу конюшню светло-серых лошадей. Практически все светло-серые. Поставим мы этого пегасика на место... Давайте лунную легенду поменяем с хрустальной арфой. А-а-а! А, нет! У нас получается... У нас получается вот из основных лошадей, которые здесь стоят, у меня ровно три жеребца и три кобылы. Оказывается, бельгийцы я брала тоже кобылкой. Ой, как они, кстати, похожи по оттенку. Вот этот снежный волшебник. У нас ледяной шаер и вот этот пегасик. Ну что, здравствуй, небесная фантазия. Я даже боюсь к тебе прикасаться, если честно. Ну, давай погладимся. Здравствуй. Нет, ну, нет, смотрится это классно. Когда ты заходишь в конюшню и у тебя тут пегас стоит, это прям не может не радовать. Так, что значит я должна находиться ближе к лошади? Я и так стою близко к лошади. Да, этим не за ней нормально поухаживать. Нам нужен второй уровень, чтобы посмотреть ее анимацию. Ну, красиво. Ладно, в виде пегасика красиво. Но то, что крылышки не двигаются, я в обиде. Как и, собственно, большинство. Ну, что это, ну, просто вот для фотосессии как будто ободок с этими одели и все. Повышаем уровень. Ура! Так, вот теперь самое страшное. Мы на это все садимся. И даже с первых секунд я села, и меня уже раздражают эти крылья. Ну, в том плане, что они не имеют собственной динамики. Да, то, что они не имеют собственной динамики. Они двигаются только за счет того, что у лошади плечо, скажем так, шагает. И все, и больше, и вся, и все. Так, а что будем тебе надеть? О, я знаю. Нет, не знаю. Или знаю. Сейчас надо что-то придумать. Я, кажется, тут комплекты все перепутала местами. А, или нет? А, нет, все нормально. А, вот, все, все. У нас все есть. Значит, мы одеваем комплект неуловимых фейри. Не фейри, а фейри. Типа неуловимых фей, я так понимаю. Ногавочки. О, этот комплект хорошо на нем сидит. Кажется, у меня только еще сумка к нему была. Которую я... Или не было сумки. Или была сумка. Я не помню. Кого, может быть, из питомцев. Нет, из питомцев никого сажать пока не будем. Ну что, ну симпатично. Ну красиво. Он, кстати, из-за того, что гуздечка имеет более светлые оттенки, смотрится сам по себе более темнее. Ну красота. Ну вот почему на дебах крылышки не машут? Ну сделайте так, чтобы они махали. Странно. Очень странно. С одной стороны, моделька радует. Но вот это вот отсутствие... Отсутствие всего бы в этот раз на этом ивенте. Прям не могу. Прям передергивает, прям раздражает. Ну просто каменные крылья. Они красивые. Моделька сама по себе прекрасна. Крылышки прорисованы. Суперские. Завидую. Так же хочу. Но они... Ну... Ну... Но они никакие. Это уже истерический смех. И это плохо. Так не должно быть. Они должны махать. Покачиваться. Периодически, я не знаю. Если он стоит на месте, они должны делать взмах какой-нибудь. Складываться... Ну нет, тут складываться некуда. И кстати, то, что в обновлении говорилось, что эти лошади управляют погодой. Да, они управляют погодой. Но имелось в виду, что это просто особенность описания данных лошадей. что... Сейчас, где-то... Это брат... Что это брат и сестра, и вражда их длится много тысячелетий. Те-те-те-те-те-те... Те-те-те-те-те... Те-те-те-те-те-те... Так, а что там? а вот как интересно получается что однажды его сестра бронте бронте это девочка едва не погиб в грозе которую сама же и создала и попытки ее спасти стоило сирену сукрыльев с тех пор он живет на юрвике мечтая однажды сказать сестре что давно ее простил может быть именно ты поможешь брату и сестры помириться и зажжешь зажжешь угасший огонек в душе бриза но это просто в общем описание бронте управляет грозой а я так понимаю сиренус управляет ветрами и все но как бы получается и судя по всему по истории у сиренуса должны были быть более крупные крылья как у настоящего пегаса но спасаясь ошибки виде там какой-то видимо слишком буйной грозы он потерял силу своих крыльев а вот интересно со стороны бронте будет похожая история что из-за своей ошибки она тоже потеряла какую-то силу и теперь они вдвоем получается вынуждена жить на юрвике это грустно это очень грустно мне не нравится такая история а как же добро волшебство мало нам этих наездников темных я не говорю что они сами по себе плохие но просто ой счастье меня телепортнет наверное на этот радужный фестиваль ну просто сам факт ну когда как-то у сиренуса история звучит очень грустно если интересно можете приехать форт пинта и почитать это пока что доступно всем до какого числа эти лошадки я не знаю сейчас новости посмотреть не могу во время начала записи новостей еще не было так ну а теперь самое интересное это городская масть выглядит она вот так но кстати ладно ладно она выглядит очень красиво по факту в реальности а мне нравится мне очень нравится но с такой мастью я бы вы предпочла бы идти в конкур а все-таки голландец он ну конечно можно в конкур но в моем понятии это чисто выездковая лошадь но смотрится прям ладно ладно смотрится очень хорошо я еще специально тогда потратила много ска с этого аккаунта чтобы иметь возможность так меня завис рюкзак это плохо чтобы иметь возможность аннику резко скажем так делать ей перевоплощение что обычный человек обычный человек правда я все-таки забыл о шлем где-то дома в конюшне но то есть даже вот так вот а вот еще сапоги и перчатки не лагая пожалуйста не надо только выкидывать так хорошо все так хорошо виду снимаем вот на только без шлема вот так это смотрится тоже очень красиво по спортивному ну потому что это голландец это просто голландец и поэтому он ну не может плохо выглядеть очень интересный узор на попе вот особенно такая завитушка намек я так понимаю на ее да это завитушка это вот намек на облачко в ее волшебном облике интересно так а что на ножках у нас просто на гавке все скрывают ножки чисто беленькие нежного оттенка однотонные копытца и очень симпатичные пятна нет пятна все таки мне нравится а на этой стороне у нас тоже завитушки я так понимаю что это намек на до намек на ее воздушные завихрения всякие оказывается кстати здесь тоже у нас крабики танцуют напротив хранилища шезлонгов которые когда-то поломали нам игру не лошадь хорошая лошадь хорошая особенно если вы любите волшебные вот ее облик если вы любите пеги и масти и любите именно выездковых по большей части голландцев то конечно же я нисколько не отрицаю что это будет хороший подарочек для вас для себя любимых в виде первой лошадки то есть с одной стороны вы сочетаете сразу два плюса во первых у вас будет магическая прекраснейшая лошадь а во вторых у вас будет прекраснейшая уже готовая к соревнованиям лошадь на выездку с шишечками даже заплетать не надо поэтому да если вы хотите ее купить и это будет ваша первая покупка в данной игре виде лошади я поддерживаю этот выбор по поводу бронта могу сказать тоже самое она красивая и в городском облике просто не не на мой вкус и волшебном облике она тоже очень очень красивая а сейчас я хочу сделать сравнение этих лошадей точнее нет я хочу сделать сравнение двух очень похожих мастей как я и сказала в самом начале начале видео что у меня на основном аккаунте есть похожая масть только на другой пародии вот сейчас мы ее будем сравнивать так вот я уже перезошла со своего телефона нас в основной аккаунт и мы резко можем увидеть разницу что несмотря на то что вот я вначале думал что это чуть ли не одинаковые две лошади нет это не так это абсолютно две разные лошадки мы видим что голландец намного много светлее чем пейнт хорс он намного светлее плюс он имеет на не кстати они оба имеют яблочки просто за счет того что пути пузе мой что ты меня смотришь за счет того что пейнт хорс он потемнее он такой прям золотистым прямо такой саловый наверное все таки такая поджаристая солома то голландец он как будто бы он салова он уже по поле светлый саловый такой вот разница пожалуйста вам прям перед глазами две лошадки и боже насколько пейнт хорс темнее я раньше его воспринимала очень очень светлым намного светлее чем то что я вижу сейчас и это очень очень странно прям очень очень странно но это прикольно иногда полезно вот так вот посмотреть разницу казалось бы для тебя в голове в уме супер одинаковых лошадей вот так что очень очень интересно посмотреть вот это сравнение и мы чуть не забыли про дополнительное нововведение вместе с конями это их питомцы два вот таких вот летающих скатика блиц любитель гросс для значит единорожки и пушинка скользящая в облаках для пегасика два питомца каждый из которых стоит 350 ск напоминаю что это не единственные скатики у нас есть скатики для морских ахалтикинцев и скатики для магических драконов так что не думайте если вам не нравятся эти цвета скатов то вы можете подождать просто других магических лошадей где как раз таки будут другие вариации этих прелестных питомцев под конец видео все таки вышла статья с обновлением и там действительно больше ничего не добавили двух магических лошадей два магических питомчика один комплект на пляже в магазине ивента новость о том что если вы находите момент в игре где отсутствует перевод неизмедлительно пишите об этом в службу поддержки и все это все что было добавлено в этом обновлении на следующей неделе у нас пойдет третья неделя фестиваля радуга и в игру вернется ярмарка скидочная ярмарка с лошадками уж лучше бы в облачное королевство именно поэтому сейчас я на этом заканчиваю видео по обновлению в том самом месте где обычно приземлялся воздушный шар микки и мы могли отправиться в то самое облачное королевство знаете я теперь даже буду выслеживать его в облаках чтобы найти хотя бы некую какую-нибудь маленькую отсылочку на то что в небе есть облачка в виде того самого облачного королевства но возможно это уже будет моей просто некая душ душевная мечта на на этом все я с вами прощаюсь не забывайте тренировать своих лошадок чистить их а также угощать морковкой всем пока удачи вам ну и до встречи в следующем видео нет вот несмотря на весь плюс этого этой лошади в целом меня теперь очень сильно выбеживают эти каменные крылья а